МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень хочу, чтобы вы просто воспитаны по ребятам, потому что от этого зависит наша жизнь. Проект «Слава Созидателям» работает. В результате дисландийского, бессмертного, большинство из-за террористического банка города Беслани погибли и получили ранения сотни верил граждан. В дисногорских школах вспомнили о трагедии в Беслане. Наша технология, в связи с того, что жидкие металлы имеют очень хорошее технологические свойства, позволяет проводить процесс за 30-60 минут. Пиролизная установка для утилизации промышленных отходов. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В этом году на ремонт Десногорских образовательных учреждений концерн «Росэнергоатом» выделил спонсорские средства. Комиссии с представителей администрации города и Смоленской атомной станции были определены несколько объектов. О двух из них мы расскажем вам сегодня. Татьяна Владимировна, идут ремонтные работы в образовательных учреждениях. Расскажите об их ходе. В конце мая, начале июня, глава муниципального образования Андрей Николаевич Шубин совершил обход всех образовательных учреждений, встретился с руководителями наших учреждений. И во время этих встреч были определены наиболее важные, острые проблемы по содержанию зданий и сооружений наших образовательных учреждений. И детских садов, и школ. И можно сказать, что благодаря умелому, с координированному руководству Андрея Николаевича Шубина уже в июне начались, активно начались мероприятия по приведению наших образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Хочу отметить, что эти мероприятия не закончатся с первым сентября. И, учитывая, конечно, что у нас уже начнется учебно-воспитательный процесс, они все равно будут продолжены, ни в коем случае не повлекут никаких изменений учебно-воспитательного процесса. Все будет соответствовать всем правилам. Ну, одним из таких крупных мероприятий является ремонт кровельного покрытия здания средней школы номер 4. На проведение этих работ была выделена благотворительная помощь, концерна «Росэнергоатом». Был проведен аукцион. 24 июля был заключен контракт. И с 25 июля уже начались работы. Хочу сказать, что наша задача – это очень эффективно использовать благотворительную помощь. Хочу отметить, что заказчик, которым является школа, при проведении тех работ в соответствии с контрактом, не остается в одиночестве. И следует отметить, что здесь нам большую помощь оказывают и специалисты Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу, и заместитель главы муниципального образования Александр Александрович Новиков, которые проводят, вернее, оказывают нам помощь в осуществлении технического надзора за качеством проводимых работ. Также хочется отметить, что у нас этим летом были сложные погодные условия для проведения кровельных работ. Достаточно короткий срок был предоставлен подрядчику, но, несмотря на это, подрядчик успешно справился со всем тем объемом работ, который был прописан контрактом. Поэтому 1 сентября школьники 4-й школы сядут в уютное благоустроенное здание. Кровельное покрытие полностью заменено над всем зданием и над актовым залом, и над спортивным залом. И огромное спасибо всем за такой большой подарок. Ремонт бассейна школы номер один это действительно наболевшая, острая тема, поскольку средняя школа номер один у нас наиболее многочисленная. И, конечно же, занятие в бассейне, занятие плаванием это настолько важно и остро, и самое главное, что это забота о здоровье наших детей. В 2017 году приступили к решению этой проблемы. И в настоящий момент совместными усилиями произведены следующие работы. Это демонтаж и монтаж облицовочной керамической плитки в помещениях бассейна. Это сделано современное освещение в помещении бассейна. И сейчас для завершения ремонтных работ в бассейне необходимо приобретение оборудования. В настоящий момент вопрос этот решается. Идет запрос цен на оборудование. И как только оборудование будет приобретено, наш бассейн заработает. 16 августа администрации Десногорска был утвержден списочный состав молодежного совета. В него вошли 12 человек. Это школьники, студенты, трудящиеся молодежь и активисты молодежных общественных объединений города. Курировать работу совета будет заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. 5 сентября на первом заседании избрали руководящий состав. Путем голосования председателем молодежного совета была избрана Анна Королева, заместитель директора городского центра досуга. Также на заседании были выслушаны предложения членов молодежного совета по организации деятельности и планированию своей работы. Следующее заседание состоится 20 сентября. В 2016 году в Десногорске впервые стартовал социальный проект «Русатома. Слава Созидателям». В продолжение прошлогоднего конкурса в наших образовательных учреждениях работает муниципальный этап проекта. Он проходит при поддержке Смоленской атомной станции и администрации нашего города. Это творческий конкурс видеороликов о тех, кто стоял у истоков рождения и становления Десногорска. В рамках этого проекта сейчас в школах проходят встречи с участниками и героями прошлогодних роликов «Слава Созидателям». Наша съемочная группа побывала на таком мероприятии. 6 сентября во второй школе прошла встреча с участниками конкурса «Слава Созидателям». На торжественное чествование пригласили героиню видеосюжета Надежду Леонидовну Антоненко, автора видеосюжета ученика 6 класса Алексея Рачик и его руководителя Олесю Валерьевну. Гостями в зрительном зале были ученики начальных классов. Участники проекта рассказали, как они трудились над видеороликом и как пришли к такому результату. Младшие ученики с интересом смотрели видеоматериал о Надежде Леонидовне, а потом наперебой задавали ей вопросы. Их интересовало все, где прошло детство, давно ли живет в Десногорске, как выбрала профессию и хотели получить ответ на самый философский вопрос. Считаете ли я себя счастливым человеком? Да, я считаю себя счастливым человеком. У меня всегда было много друзей, и сейчас мы общаемся все дружно. И мне приятно по этому городу идти, потому что везде приятные, радостные виды. Но очень хотела, чтобы наши молодежные ученики были хорошие, в последних бабушки и дедушки. Все они интересные. Но достаточно по-чащему беседуете. Такими словами Надежда Леонидовна призвала молодое поколение десногорцев активнее принимать участие в написании истории своего города. У тебя появилось желание сделать самую такую же? Ну, может быть, даже лучше. Просто сделать ролик и слова Созидателя? Да, появилось желание. О ком бы ты сделала ролик? О своей бабушке. Какой бы вопрос ты задала? Как она помогала городу строиться? Для чего он вообще, этот конкурс? Для того, чтобы нам лучше узнать, как строили раньше город, как создавался наш город. Такие встречи подтверждают, что проект Слава Созидателям будет жить в нашем городе долго. 4 сентября в десногорских школах прошли открытые уроки, на которых детям рассказали о трагедии в Беслане. В десногорских школах стало уже традицией вспоминать страшный первый сентябрьский день 2004 года. Именно тогда в школе номер один города Беслан Северная Осетия произошло ужасное событие, которое потрясло весь мир. В тот день террористы во главе с Шамилем Басаевым, ворвавшись на торжественную линейку, захватили 1100 человек-заложники. В течение двух с половиной дней они удерживали их в заминированном здании в тяжелейших условиях. Хотя большинство людей были освобождены в ходе штурма, в результате теракта 334 человека, из них 186 детей были убиты и свыше 800 ранены. В День солидарности против террора в десногорских школах на уроках школьникам рассказали о трагическом дне, о людях, которые там были, и о тех, кто спасал жизни североосетинских детей. Прочитали стихи и просмотрели видеоролики, посвященные тому страшному событию. Хотим развить чувство толерантности у детей, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы были всегда в курсе того, что терроризм – это страшная боль нашей планеты, это беда, чтобы всегда были осторожны и внимательны. Эта трагедия ставила след в сердце каждого человека. Дети, которые погибли в Беслане – сверстники наших детей. И, конечно, десногорские школьники очень сопереживают им. Я считаю, что эти люди вообще обладают большим мужеством, особенно те, которые выжили, особенно дети, которые маленькие, они же ничего в принципе не понимают, но они смогли не плакать, то есть очень мужественные люди. И те, кто выжили, я считаю, что это практически было невозможно, но они это сделали. В течение дня мероприятия по данной теме прошли во всех образовательных и культурных организациях Десногорска. В этот день в память о погибших сверстниках десногорские школьники выпустили в небо сотни белых шаров. Мы готовы! И в завершении выпуска новости Росатома. Как заработать на очистке природы от промышленных отходов? Ученые Обнинского научного центра, входящего в госкорпорацию Росатом, для себя этот вопрос решили. Они создали установку, в результате работы которой из изношенных шин получается сразу несколько ценных продуктов. Только одна команда Феррари сжигает за гоночный уикенд более 20 комплектов шин. На весь же сезон, включающий официальные старты и тестовые заезды, гонщикам требуется более полутора тысяч покрышек. Это лишь один из примеров, демонстрирующий скорость образования шинных отходов, при разложении которых на свалках в атмосферу выделяются высокотоксичные вещества. По данным экологов, из-за отсутствия рентабельного способа утилизации в мире скопилось более 30 миллионов тонн изношенных автошин. Именно поэтому к изобретению ученых Облинского физико-энергетического института проявляют большой интерес не только российские компании, но и ведущие мировые бренды, в частности итальянский концерн «Пирелли». В первую очередь их интересует то, что мы можем эффективно утилизировать отвалы в полезные продукты. Соответственно, помимо затрата наша технология принесет им прибыль и в данный момент они ждут от нас отчета о переработке именно их товарного ряда шин, то есть какие продукты будут на выходе. Принцип работы установки, изобретенной в Обнинском научном центре, основан на сжигании шин в расплавленном металле. Вредных выбросов при этом практически нет, а вот ценных продуктов сразу несколько. «Результатами процесса является, во-первых, пиролизная жидкость, во-вторых, пиролизный газ и, в-третьих, то, что остается непосредственно в реакторе, это углерод и металлокорт с покрышками». Пиролизная жидкость близка по составу к мазуту и является органическим топливом. Кроме того, из нее достаточно просто получить лимонен – вещество, широко использующееся в парфюмерной промышленности, а также при производстве мыла и моющих средств в качестве отдушки. Металлокорт, то есть стальную проволоку, можно отправить на переплавку, а углерод, то есть обычный уголь, использовать для создания новых сорбентов. Уникальность установки еще и в том, что весь процесс переработки происходит за считанные минуты. «Традиционный пиролиз позволяет перерабатывать покрышку за 10, 12, 18 часов. Наша технология, в связи с того, что жидкие металлы имеют очень хорошие теплофизические свойства, позволяет проводить процесс за 30-60 минут». На данный момент опытно-промышленный образец установки способен переработать до тонны автопокрышек в сутки. В планах ученых создание более масштабного производства и более габаритного устройства, в котором можно будет сжигать шины даже от карьерных самосвалов. Это все новости на сегодня. И с этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин